Здравствуйте, дорогие друзья! И сейчас я вам расскажу, как зарегистрироваться в чате GPT. Для этого нам надо установить VPN, потому что с Россией чат GPT не работает без VPN. Но VPN мы не будем через управление расширениями искать. А я вам дам ссылочку под видео. И вы по ссылочке пройдёте и установите. Так, вот ссылочка, переход. Установить. Нажимаем установить. VPN скачивается в браузер. Смотрим в расширениях. Вот он установился, всё нормально. И идём в наше расширение. Ставим кнопочку. Так, расширение мы установили. Но, видим, что он не работает. Он должен быть зелёненьким значком таким вот. Нажимаем на расширение. И здесь продолжить соединение. Начать. Включить. Если вам будут что-то купить или оплатить, не соглашайтесь. Внизу всегда будет, здесь вот подсвечено, использовать бесплатно. Один раз оплатите, потом всё время надо платить. И ещё будут проблемы. VPN перестанет работать. Всё, вот зелёненький. Значит, VPN включился. Нажимаем на свободное место. И вот VPN включенный. Итак, продолжаем, друзья. У меня был небольшой сбой. Вот мы VPN установили. И, как видите, у меня интернет вышибло. VPN отключился. Вот так вот его включить могу. Сейчас зато вам покажу, как включать его. Просто нажимаем и включаем. И когда он зелёненький станет, то VPN включается. Так, включили. VPN. И идём. Берём ссылочку на чат GPT. Здесь на русский. И нам предлагают либо по почке зарегистрироваться. Можно по... Это... Через Google Chrome. Попробуем через Google Chrome. Предлагает выбрать аккаунт, потому что у меня уже на одном стоит чат GPT. Я выбираю вот этот новый аккаунт. Продолжить. Так, надо на русский язык. На русский язык переведём. Название организации. День рождения. Поглашаться. Дата рождения. Предлагает пройти головолоку. Так, вот это вот бывает. Упс! Произошла ошибка. И частенько он так работает. Я делаю обновление. Сейчас он нам переведёт. Перевести на русский. Авторизоваться. Надо было почту, наверное, ввести. Вот такие нюансы бывают. Так, всё. Вот он открылся. Посмотрим, что он тут нам предлагает ещё. Так. Спрашивай. Не делись. Проверьте свои факты. Проверьте свои факты. Хорошо. Идём. Всё. Всё-таки мы авторизовались. Под той почтой, которую мне надо было. Вот интерфейс работы в чате GPT. Сюда задаём мы задание. Например, Напиши рекламный пост для для ВК. Так. Она где у наш клуб. Вот так вот. Секунда делов. И он пишет рекламный пост. И вижу, что он сразу подставляет эти картиночки. Вот. вот тут в конце как бы не дописано. Вы сделаете просто обновить страницу. И она всё встанет на место. Вот. Всё. Дописалось. Всё нормально. Теперь, например, вам ещё нужен какой-то ну, это вот для ВК вы выставите. Вам ещё надо. Может, вам не понравилось то, что он написал. можете вот здесь вот обновить. Он второй раз пишет рекламный пост. Вот и всё. Вам остаётся только скопировать, подобрать картиночку и выставить пост для ВК. А я на этом заканчиваю. Пользуйтесь, работайте, очень полезно. также можно попросить, чтобы он написал комментарии. Ну, давайте вот напиши 5 комментариев. Напиши 5 комментариев. всё. Он к этому посту сейчас напишет 5 комментариев. Это очень удобно. К любому посту, вот, вы можете даже с ВК какой-то вам понравился пост, вы сюда загрузили, он вам напишет комментарий. Секунда делов и всё у вас готово. Вы быстро будете комментировать друзьям разные посты. Всего доброго! До новых встреч! До новых встреч!